Возвращаемся сегодня к рассмотрению ортогональных полиномиальных ансамблей, то есть к рассмотрению на множестве РН меры вот такого вида. Да, кстати сказать, четвертый листочек будет, он сейчас в стадии подготовки, и мы предполагаем с Сиваком Мартыновичем раздать его позже сегодня. Так что следите за объявлением. Будет четвертый листок как раз про этот Якобиан. Я сейчас напомню, почему нас интересуют такие меры. Мы рассматриваем на пространстве матриц, на пространстве матриц, либо на пространстве самосопряженных матриц. H, N. Мы рассматриваем H, N. То есть пространство N на N матриц, N на N матрицы H, такие, что H и ЖТ равно H, ЖИ, И тому сопряженному. H и ЖИТ равно H, ЖИ, И тому сопряженному. Мы рассматриваем меру на пространстве этих N на N матриц, таких, что, разумеется, H и ЖИТ равен сумме своей вещественной и мнимой части, в то время как диагональный элемент H и ИТ должен быть вещественным. Диагональный элемент должен быть просто вещественным. Мы рассматриваем, например, такую меру, при которой каждый из независимых параметров, то есть диагональный элемент, а также вещественная и мнимая часть наддиагональных элементов, независимы и распределены нормально. Иначе это можно записать так, что мы рассматриваем меру E в степени минус след в квадрате по мере DH, где под DH, и я поставлю константу, где мера DH – это произведение, то есть мера Лебега по вещественным частям, по мнимым частям, недиагональных элементов и на диагональные элементы. Вот. И вот это одна из моделей случайных матриц. Рассматривается случайная эрмитовая матрица, у которой все элементы распределены одинаково и имеют нормальное распределение. Нормальное распределение – распределение с плотностью 1 делить на корень из 2π E в степени минус x квадрата пополам. Понимается это так, что вероятность того, что данный матричный элемент лежит в данном промежутке, есть интеграл от плотности. Есть интеграл от плотности. Возможен альтернативный, возможен такой вариант, возможны некоторые другие модели, о которых я сейчас скажу. И я сказал на первом занятии, доказательства этого факта мы не разбираем в курсе, оно приведено во многих книгах, в частности в книге Хуалу Гена, замечательного китайского математика Хуалу Гена. Кажется, гармонический анализ в комплексной области, или что такое, но 59-й год. Ее несложно найти по имени автора. И мы переходим от координат матричных к координатам, связанным с собственными значениями. Координатам, связанным с собственными значениями. Координатам, связанным с собственными значениями. И от этой меры, тут нужно вычислить якобиан отображения от меры Лебега на матрице dH к мере Лебега на собственных значениях dλ1, dλn. Вот это вот главный, так сказать, ход в этой части рассуждения. Перейти от меры Лебега на матрицах к мере Лебега на собственных значениях. И в этой ситуации возникает якобиан, который как раз и равен квадрату определителя Вандермонда. λiT минус λiT. Якобиан равен именно этому. Это обстоятельство мы как раз и составим содержание четвертого листочка, а сегодня мы его разбирать не имеем возможности. И таким образом из меры, написанной здесь, константа на Е, если в минус след h2 dH, получается как раз таки мера вот такого вида. Мера вот такого вида, а именно, скажу два слова о терминологии, эта мера называется Gaussian Unitary Ensemble. Гауссов-унитарный ансамбль. Итак, из гауссов-унитарного ансамбля мы получаем меру, несложно сообразить, квадрат определителя Вандермонда. на, разумеется, след квадрата, это произведение квадратов, это, простите, пожалуйста, сумма квадратов собственных значений, d λiT. И таким образом, предвосвещая события, скажу, что при изучении гауссово-унитарного ансамбля возникают полиномы Эрмита, о которых мы говорили на первых двух занятиях. Буквально одно слово скажу, что я пишу здесь ρ от λ, действительно, возможны и другие модели случайных матриц. Тут возможны очень разнообразные модели случайных матриц, и про совсем другую модель я скажу на следующей лекции. А здесь приведу вариант первой модели, которая может быть немножко проще. Здесь можно рассматривать такую задачу, очень близкую. Можно рассмотреть просто пространство всевозможных квадратных матриц m на n. Сейчас, ну, давайте n большое на n. n большое. Всевозможных квадратных комплексных матриц, всевозможных. И дальше у этой матрицы рассматривать не собственные значения, которых там, так сказать, могут быть кратные, и вообще мало ли что там может быть, а рассматривать сингулярные значения. Если здесь есть матрица z, то можно рассмотреть сингулярные собственные значения, собственные значения матрицы z со звездочкой z. Мне даже удобнее не извлекать этот корень. Удобно, более удобно. Вот для вас сингулярные значения это что? Это корень, да? Не просто. Вы что-то математически называете сингулярным значением корня? Да, но я, так сказать, человек безграмотный, поэтому я буду называть собственное значение, вот сингулярным значением буду называть само собственное значение z со звездочкой z. И, так сказать, нам это удобнее, потому что, на самом деле, если и, если брать этот корень, то потом придется возводить в квадрат. То есть, на самом деле, определить, как сейчас вы сразу же и увидите. Вот. Собозначение z со звездочкой z. Мера задается похожим образом. Мера задается похожим образом. То есть, задается похожим образом мера. То есть, задается dz, просто обычнейшая мера либега. dz. Это обычная мера либега, то есть, по каждой координате. Сумма по всем i и j. А плотность меры, это как раз и будет e в степени минус след z со звездочкой z. Ну и на всякий случай. Ну, собственно, тут даже эту одну вторую мы можем и не писать. И в этом случае, если собственное значение z со звездочкой z, которые я называю сингулярными чиселами, Александр Владимирович, квадратами сингулярных чисел, обозначить лямбда 1, лямбда n, то в этом случае, опять-таки, образ меры, то есть, если мы перейдем от меры dz к мере на лямбдах, то получится константа, которая нас сейчас не интересует, на как раз определитель квадрат, простите, пожалуйста, определителя Вандермонда и на произведение вот этих самых d лямбда it. На произведение этих самых d лямбда it. Обратите, пожалуйста, ваше внимание, лямбда it где принимают значения лямбда it? Какие это числа? Какие? Ну, действительно, и кроме того, неотрицательные. Неотрицательные. Вот, здесь д лямбда it пробегают множество неотрицательных чисел. Теперь вопрос, учитывая, что dz переходит в меру, которую я сказал, произведение квадрата определителя Вандермонда на произведение д лямбда it, во что будет переходить мера e в степени минус след? z со звездочкой z, dz, во что она будет переходить? e в степени минус чему квадрата, ну, каких квадратов? В степени минус д лямбда it. Соответственно, в меру такого же вида. И тут вот вы уже видите, что иначе мне пришлось все равно писать д лямбда it в квадрате. Что переходит в произведение лямбда it минус лямбда j в квадрате на произведение e в степени минус лямбда it d лямбда it. Так что и здесь возникают такие замечательные тоже полиномы, очень близкие по своим свойствам к полиномам Эрмита, так называемые полиномы Ля Герра, названные так, потому что их рассматривал Абель. полиномы Ля Герра. И возникает во всяком случае мера вот такого тоже, точно такого же вида. Возникает мера точно такого же вида. Поэтому мы сейчас, абстрагируясь от конкретных свойств весовой функции, да, тут опять-таки еще раз скажу, что с константами я обращаюсь немножко вольно. Здесь стоит константа, конечно. Так сказать, абстрагируясь от свойств весовой функции, мы сейчас хотим перейти к изучению вот таких мер. И замечательное свойство таких мер, как мы увидим, и в этом и состоит основное содержание сегодняшнего нашего занятия, в таких мерах очень удобно совершать индукционный переход от меньшего n к большему, или наоборот, опускаться от большего n к меньшему, в некотором смысле, который я сейчас же и проясню. И чтобы прояснить его, я хочу рассмотреть совсем другую модель. Совсем-совсем другую модель. Совсем-совсем другую модель. Модель совершенно другого вида. Я напомню, а немножко позже, сегодня же, мы пройдем это место более подробно, что эту плотность, мы это обсуждали на первой лекции, но еще раз говорю, я это повторю. Сейчас я только напомню формулировку утверждения. Эту меру, эту плотность можно переписать в виде, опять-таки не заботясь о константах, детерминант КН лямбда и Т лямбда житая на произведение Ро лямбда и Т д лямбда и Т, где КН есть как раз произведение, КН от лямбда и лямбда с волной, есть не что иное, как произведение ортогональных полиномов ядро Кристофеля-Дорбу. ПИТ от лямбда, ПИТ от лямбда с волной и от нуля до минус один, где ПИТ суть ортогональные полиномы. Ортогональные полиномы с весом Ро. Ортогональные полиномы с весом Ро. И сейчас я хочу рассмотреть другую модель, очень похожую. Здесь я хочу... Из этой формулы еще говорю вывод, который я напомню позже сегодня. Из этой формулы я сейчас хочу взять только то обстоятельство, что этот оператор КН является проектором. Это оператор проекции. Это оператор проекции, скажем, в пространстве полиномов, в проекции на первое n-1 полином. Как видно по самому своему определению. По самому определению нашего оператора. Это оператор проекции на n-мерное пространство полиномов в степени n-1 и ниже. Теперь я хочу рассмотреть совсем другую модель, но совершенно элементарную, совершенно элементарную, дискретную модель, связанную с проекциями дискретными. И сейчас я поясню, о чем речь. Сейчас можно полностью забыть все, что было раньше, и мы начинаем совершенно новый сюжет, а предыдущее обсуждение служит только мотивировкой. Мы рассмотрим... Так, ну, я надеюсь, все уже прочли, что будут стихи сегодня вечером в полдевятого. Я стираю. Мы рассмотрим такой совершенно другой сюжет. вместо мер на... И, опять-таки, его связь с предыдущим, может быть, не совсем ясна, и эта связь... Кстати, эту связь, я надеюсь, может быть, подробнее объяснить на следующей лекции. А сейчас нам... Сейчас мы просто посмотрим на эти объекты. Так сказать, посмотрим на эти объекты сами по себе. Они представляют собой как бы более простой вариант той же самой теории. Более простой вариант той же самой теории. Мы рассмотрим множество z, целых чисел, хорошо нам знакомые, и представим себе, что нам на множестве z задано m функций, или давайте n большой функции, пусть заданы даны функции фи 1, фи n такие что? Такие что? Во-первых, вообще говоря, комплексные. фи 1, фи n, прошу прощения, из z в c. из z в c. Вообще говоря, комплексные. Такие что? Сумма фи и от k фи g сопряженная от k по k в z равна либо единице, если i равно j, либо 0, если i не равно j. иначе говоря, эти функции, которые можно воспринимать как такие бесконечно мерные вектора, при этом предполагается, что соответствующий ряд, абсолютно, тут написано бесконечный ряд, что он абсолютно сходится, что это, так сказать, n ортогональных, ортонормальных даже векторов, но только не конечномерных, а бесконечномерных. Но k лежит в z. Функции конечного, но суммирование-то идет по z, по k. Суммирование идет по k. Ага. Вот. Давайте я даже так немножко. Для любых i, j, лежащих множить от единицы d. Суммирование идет по k. Вот. Так вот, этому набору функций я хочу сопоставить меру меру некоторую меру, совершенно конкретную меру, в действии, меру на пространстве m, n точечных конфигураций в z. Что я понимаю под пространством n точечных конфигураций? z это счетное множество. n, не правда ли? n точечная конфигурация это выборка из n целых чисел. Различных. Можно представлять себе так, что, так сказать, вот мы располагаем лентой, лентой, на которой записываются целые числа, и, соответственно, в каких-то позициях у нас находится, там, я не знаю, сидит человечек или там жучок. Некоторые позиции предполагаются заполненными. Это мы и понимаем под конфигурацией. Строго говоря, можно сказать, что речь идет о пространстве z, n без диагонали, профакторизованном по симметрической группе из n элементов. Потому что в конфигурации, так сказать, ну мы, конечно, можем сказать, что конфигурация упорядочна по возрастанию, но в конфигурации нет, так сказать, ни первого, ни второго. Конфигурация это подмножество. Вот это очень важно осознавать. Конфигурация это подмножество. Это очень существенно. Конфигурация это подмножество. То есть, иначе говоря, пространство n точечных конфигураций, пространство n точечных конфигураций в z, разумеется, на уровне метафоры нужно понимать, что эта конфигурация, это, так сказать, n собственных, это n собственных значений, интересующих нас. Но мы рассматриваем сейчас здесь такую вот дискретную задачу, которую я могу сформулировать совершенно четко и строго. пространство n точечных конфигураций конфигураций в z. Это пространство n точеч, n пространство подмножеств, подмножеств z из n элементов. Обратите, пожалуйста, ваше внимание, что множество собственных значений матрицы тоже никак не упорядочены естественным образом. Вот, так сказать, множество собственных значений матрицы это тоже конфигурация, так сказать, это подмножество, но уже не z, а там r или r плюс в зависимости от конкретной задачи. Хорошо. Теперь давайте посмотрим на меру. Мы зададим меру следующим образом, следующей замечательной формулой. Мы рассмотрим ядро kn, оно уже будет иметь в данном случае дискретный, дискретный, прошу прощения, будет иметь, так сказать, ядро, будет иметь дискретную область определения, это ядро двух переменных, x и y. Сейчас у нас все переменные являются целыми числами, в которой есть сумма, как это лучше всего написать, φ, x, так, сейчас, секундочку, я пишу неправильно, сумма. Так, сейчас, чтобы нам не запутаться, нет, правильно, φ, давайте так, φi от x, φi с чертой от y, где суммирование ведется от единицы до n, а, так сказать, x и y лежат, разумеется, в z. Это точно то же самое ядро проектора. Точно то же самое ядро проектора. Это ядро очень похоже на то ядро, которое выписано здесь. Только роль ортогональных полиномов играют наши функции φ и t. От них требуется единственная только ортогональность, ортонормальность. Условия написаны здесь. Условия написаны здесь. Итак, теперь мы определяем меру конфигурации. Меру конфигурации мы определяем. Итак, конфигурация – это n точное подможество. меры конфигурации. Что такое конфигурация? Конфигурация – это, кстати, это некоторое n точное подможество, там, скажем, x1, xn. Наша мера будет сосредоточена на n точечных конфигурациях. мы определяем, как как раз определитель. kn, x, i, t, x, j, t. По i, j от 1 до n. От 1 до n. Вот такое определение. Пока что это определение, наверное, не очень понятно. Например, не очень понятно вот что. Почему эта мера хотя бы положительна? Почему эта мера хотя бы положительна? Давайте попробуем разобраться. Почему это определитель положительным? Вы знаете, это определитель. kn, x, i, t, x, j, t. Еще раз говорю, это постановка задачи может показать, такое определение может показаться совершенно немотивированным. Мотивировка его приходит именно из случайных матриц, именно задачи рассмотрения случайных матриц, которые мы начали. Чем? Квадратом чего он является? Совершенно точно. Потому что действительно... В общем, это... Нужно это объяснить подробнее? Кому это нужно объяснить подробнее? Кому это место не понятен? Это переход непонятен. Поднимите таки, пожалуйста. Так, давайте разбираться подробнее. Значит, kn, x, i, t, x, j, t. Это сумма... Так, давайте здесь будет не x... Давайте я здесь напишу φ, l, t. Это сумма... φ, l, t, x, i, t. φ, l, t, x, j, t. По определению. Теперь, это тем самым матрица, интересующая нас с вами матрица, есть произведение... Матрица, давайте я запишу так, kn, x, i, t, x, j, t. Есть по самому своему определению произведение двух матриц. Первая матрица — это φ, l, x, i, t. А вторая матрица — это та же самая φ, l, x, i, t, которой я напишу φ, l, x, j, t, так сказать. Но сопряженная и транспонированная. Потому что суммирование идет по l, поэтому нужно сопряжать и транспонировать. Но определители матрицы при сопряжении определитель тоже сопрягается, а при транспонировании определитель не меняется вообще. И поэтому определитель этой матрицы равен квадрату модуля определителя этой. Квадрату модуля определителя этой. Понятно, Миша? Вот, значит, хорошо. Таким образом, это мера положительна. Это мера положительна, это честная мера. Следующий вопрос ставится так, а почему это мера вероятности? Значит, следующее утверждение. И вот тут как раз мы и подходим, так сказать, к сути дела. Следующее утверждение. Что сумма, давайте посмотрим, вдумаемся в это утверждение очень внимательно. Сумма по всем n-точечным конфигурациям, то есть n-точечным подмножеством, по всем x. Давайте это как-нибудь обозначим. Еще раз, это мера мы обозначили, да, p от x, да, вот это будет x, p от x, где x и есть n-точечная конфигурация. Сумма по всем x большим, состоящим из n элементов. Еще раз подчеркну, что n-точечная конфигурация, это подмножество размера n. Это, так сказать, подмножество размера n. Оно никак не упорядочено, это подмножество размера n. p от x равно 1. Нет, конечно. С чего вы? Конечно, нет. Ни в какой мере. Было бы довольно сложно сумме положительных целых чисел быть равна 1. Ни в какой мере он не целое число. Почему? Нет, 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 нет. Это же, обратите внимание, что φ от k это какая-то величина, сумма квадратов в которых единица. То есть это определить всегда. То есть тут нет, нет. Доказательства. Ну тут доказательства несложные, но немножко хитрые, так сказать. Первый шаг состоит в том, чтобы как раз перейти от суммирования по конфигурациям. Значит, давайте запишем. x это x1, xn. Первый шаг состоит в том, чтобы перейти от суммирования по конфигурациям к суммированию по переменным независимо. По x1 и так далее, xn независимо. Итак, я хочу написать, что это равно сумме по x1, сумме по x2, сумме по xn. Интересующий у нас квадрат определителя. Определителей. То есть, иначе сказать, p от x1, xn, которые я воспринимаю как именно вот этот самый определитель. Значит, это равенство относится ко всей формуле, а это равенство относится только к самой вероятности. Определитель kn x и t xj. Спрашивается, могу ли я так сделать? Если могу, то почему, если нет, то тоже почему. И верна ли эта формула, если нет, то как ее превратить в верную и так далее. Вот, первое возражение состоит в том, что x1 может быть равно x2. Состоятельно ли это возражение? Вот, если x1 равно x2, то определитель будет 0. Поэтому это возражение несостоятельно. Если эту вероятность понимать, так сказать, формально, что вероятность конфигурации с совпадающими элементами равна 0, то вроде бы возражение Васе снимается. Вот. Второе возражение, несколько более серьезное, состоящее в том, что в этой формуле каждая конфигурация считается сколько раз? n!1. Соответственно, что нужно сделать? Где? Куда написать 1? 1 на n векториалу. Вниз. Правильно. Вниз. 1,2 на n векториалу. И теперь формула стала верной. Теперь формула стала верной. И мы продолжаем. Теперь нам нужно только записать эту величину. мы и напишем сумма. Давайте я уже напишу единую сумму, но мы понимаем, что суммируем мы по всем переменным независимо. Ну, раз определитель, то мы и напишем определитель. Что такое определитель? Мы расписываем квадрат определителя. И даже не столько квадрат определителя, сколько мы расписываем вот это. Я напишу так. Сумма по всем сигма и тау перестановкам n символов фи сигма 1 x1 фи тау 1 x1 с чертой фи сигма 2 x2 фи тау 2 x2 с чертой и так далее. фи сигма n xn фи тау n xn с чертой. И остается у нас один делительный факториал. Согласны ли, мои слушатели, что это, это, это? Или есть ли тут какие-то вопросы и возражения? Да. Нету знака подстановки. Вот это правильно. Сигнум, сигма, сигнум тау. Спасибо большое. Спасибо большое. Так. Вот это правильно. Чего еще нету? Теперь правильная формула? правильная формула? Вот. Хорошо. Так. Ну, теперь уже вопрос к слушателям. Что же с этим выражением делать дальше? Что же с этим выражением делать дальше? Что-что? Так, поменять порядок суммирования. И что тогда? Поменять порядок суммирования. Давайте его поменяем. Правильно. Так. Так. И что у нас получается? Ну, прям скажем, да? Как и было сказано. А почему? Что-что? Давайте аккуратнее. Что-что? Ортогональный. И что из того? Не-не, вы знаете. Почему же единичку-то? Почему же непременно единичку мы получаем? Вот. Совершенно верно. Давайте еще раз это перепишем. Значит, мы теперь получаем сумму по х. Сумма произведения – это произведение сумм. Сумма по х1. Сумма по х2. Ну и так далее. Сумма по х. Так, эта сумма чему равна? Уже было даже сказано. Чему равна она? Если что. Вот, равно единице, если сигма-1 равно та от единицы. И нулю, если нет. И так далее. Соответственно. Единицы, если сигма-1 равно. Ну и нулю, если нет. Очень хорошо. И чему тем самым равна вся сумма? Сумма равна инфракториал. Потому что действительно вклад единичный получается в каком случае? Совершенно правильно, когда сигма равно тау. Что-что? В этом случае знак сигма-тау, совершенно правильно, Вася, получается единичный. Сколько перестановок всего? Инфракториал. Соответственно, получается единица. Что и требовалось. Итак, это честная вероятностная мера. Замечу, что точно так же с самыми незначительными изменениями и добавлениями доказывается, что мера 1 делить на n факториал, детерминант, вот то, что мы писали, уже, давайте лямбда я поставлю, лямбда и т, лямбда житая. На произведение ролям, где здесь стоят, здесь стоит честный проектор Кристофеля Дорбу, то есть орто-нормальные полиномы, вот точно, практически точно так же доказывается, что и эта мера тоже вероятностная. Тут, правда, получается 1 н факториал, но мы еще разберемся, почему надо писать. То есть, как сказать, почему, какой смысл имеет, кстати, этот 1 н факториал, мы разберемся и, я надеюсь, даже сегодня. Вот. Но, итак, мы получили вероятностную меру. Но это не все, это еще совсем не конец нашего рассуждения, потому что еще у нас есть следующее очень важное соображение. Мы можем в этой, у этой меры замечательным образом вычислять вероятности таких событий. Вероятность того, что наша конфигурация, и вот это вот главное, может быть, главное, что я скажу на сегодняшней лекции, вот мы подходим, так сказать, к главному рассуждению. Вероятность того, что наша конфигурация содержит данную подконфигурацию. Давайте я буду более формален. Давайте рассмотрим такое утверждение. Итак, рассмотрим такое событие. Такое множество. Событие это что-то в событии, это множество. Множество конфигураций x, которые содержат x, разумеется, n точечных, которые содержат какую-то конфигурацию y, где y это, скажем, k-точечная конфигурация. То есть y это y1, yk. И нас интересует найти вероятность этого множества. И замечательный факт, замечательный факт, утверждение, еще раз говорю, центральный для нашей сегодняшней лекции, состоит в том, что эта вероятность... Давайте я запишу вероятность множества x, содержащих y. Задается, замечательным и таким волшебным образом, задается такой же детерминатной формулой. Задается такой же детерминатной формулой. А именно, задается таким же точно детерминатным, но только уже не n на n, а, разумеется, k на k. k, n, y, y, t, y, j, t, и j от единицы до k. И вот это соображение, еще раз говорю, скажу, для нас совершенно ключевое. То же самое, k n у нас одно. k n это здесь, как и всегда, k n от x, y, давайте я напишу, это сумма φ и t от x, φ и t от y с чертой по i от единицы до n. И давайте это утверждение 2 докажем. Да. Нет, n мерно, конечно, нет, нет, нет. Нет, но у нас других и нету, потому что у всех остальных вероятность 0. У нас мера определенная. У нас мера, это, так сказать, есть счетное, счетное семейство n точных конфигураций, у каждой из которых есть вес. Правильно, Никита? Да, тут вопрос... Нет, нет, ваш вопрос, на самом деле, нет, ваш вопрос, на самом деле, чрезвычайно осмысленный, потому что именно это соображение позволит нам переходить к конфигурациям все больше и больше, так сказать, с все большим и большим числом точек, в том числе рассматривать конфигурацию с бесконечным числом частиц. Вот, и как раз про это я и хочу сегодня, и уж во всяком случае завтра, сказать. А условно с каким условием? Наверное, с чего? Сейчас, Костя, не совсем вас понимаю. Нет, 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 это самое обычное... Не правда ли? Тут нет никаких, тут нет никаких, так сказать, тут даже, по-моему, нету, да, нет никаких возможностей понимать эту формулу. Иначе, давайте я сразу, чтобы, так сказать, значит, что такое P множество X? X, содержащая Y, это, разумеется, не что иное, как сумма по всем конфигурациям X, конфигурациям, подчеркиваю, содержащим Y. P от X. Конфигурацию X, содержащую Y, нам удобно записать в таком виде. X. Это наша конфигурация X. Конфигурация ведь, она же никак не упорядочена, не правда ли? Мы ее можем записать так. Y1, YK. Ну, а потом уже, что будет, так сказать, XK плюс 1, XM. Так сказать, давайте я так пишу, Y1 равно X1, YK равно XK. Соответственно, я хочу написать здесь сумму, опять-таки, квадратов определителей точно так же, как в прошлый раз. Но суммировать я хочу по кому? Вот тут я прошу сосредоточиться, потому что это вот такой вот главный, несложный, но вот тут такой вот хитрый переход. Суммировать я хочу по кому? Так, действительно, я хочу суммировать независимо по XK плюс 1 и XK плюс N, потому что первые все равно зафиксированы. Вот. На что бы нам надо поделить? Нет, минуточку, давайте, так сказать, без, как сказать, без... На что поделить? На какое выражение поделить? На какое выражение поделить? Вот. Потому что действительно каждая конфигурация будет посчитана в точности N-K факториал. Раз. N-K факториал. Будет посчитана каждая конфигурация. Так вот, давайте напишем. Это будет сумма. Один, наверное, N-K факториал держим в уме. Сумма. Ну, опять то же самое по перестановкам. Сумма. Что, что? Нет? Нет. Нет, нет, нет. Сейчас, давайте напишу и потом посмотрим. Давайте напишу, потом посмотрим. Сейчас, можно я допишу формулу? Сейчас будем смотреть сразу в обе. Сразу на обе. Сразу на обе. Продолжение следует... Итак, я утверждаю, что искомая вероятность есть сумма 1 на n-k факториал. И, как всегда, я забыл про знаки. 1 на n-k факториал. Сумма по... Я суммирую только по xk плюс 1xn. Здесь суммирование понимается, что я просто не пишу n раз, n-k раз, значок суммы. Понимается, что суммирование по каждому, по каждой перемене, так сказать, независимо. Но, опять-таки, разумеется, если какие-то перемены совпадают, то получается 0, поэтому тут проблем нет. Дальше я пишу φ σ1 x1, φ1 x1, где x1 совпадает с y1. То есть тут стоит, так сказать, давайте я впишу вот так. Вот тут стоит еще φ σk, yk, φ τау от k, yk. А дальше идет уже, так сказать, суммирование по тем переменам, по которым, собственно, идет суммирование. То есть это как бы такая фиксированная часть. То есть тут меняются только, меняются только, так сказать, номера. А здесь дальше идет фиксирование. Дальше здесь идет, так сказать, здесь уже идет суммирование и по x. Вот. Никита, у вас был вопрос какой-то. Вы согласились. Давайте по... Сейчас, нет, подождите, написано тоже, по-моему, правильно. Сейчас суммирование производится по... Почему же по i? А, вы имеете в виду вот это? Нет, здесь... Ну, конечно, да-да-да. Нет, здесь суммирование производится по... Да, да-да, суммирование производится именно по xk плюс 1, тогда xn. Здесь это же определитель матрицы. Здесь и l от 1 до n. Давайте я отделю. Здесь я просто вписал. Нет, понятно ли, да, понятно ли это вот ключевая формула? Понятно ли еще раз это как-то пройти? Если что-то непонятно, спрашивайте, пожалуйста. Слушай вас. А мы не должны их учитывать. Мы не должны их учитывать. Мы имеем право упорядочить нашу конфигурацию. Вот это вы задаете совершенно правильный вопрос. Мы имеем право упорядочить нашу конфигурацию, как нам нравится. А оставшиеся x мы не упорядочили, потому и один деликально сам. Совершенно верно. Нет, мы, как сказать, мы таким образом при переходе от конфигурации... То есть, так сказать, y мы зафиксировали. Y у нас идут первыми. Вот этот y у нас идут первыми. Так сказать, следующие члены, действительно, мы их вынуждены упорядочить, чтобы написать матрицу. Чтобы написать матрицу и написать, так сказать, определитель. И при этом упорядочении мы считаем каждую конфигурацию n-k факториал раз. Мы могли бы, конечно, еще и y не упорядочить, и еще там, как сказать, лишний раз умножить и поделить на k факториал. Но, так сказать, в этом нет никакой необходимости. Вот. Теперь я прошу заметить, значит... Ну, давайте сразу разберемся, в каком случае такой множитель будет вносить ненулевой вклад. σ равно tau прям совсем. В какой точке? Именно. σ должно совпадать с tau. σ должно совпадать с tau. От k плюс 1 до n. Совершенно верно. Далее, следующее замечание. Я с вашего разрешения сотру. Вот эта формула нам больше не нужна. Следующее замечание такое. Как считать определитель произведения двух прямоугольных матриц? Обратите, пожалуйста, ваше внимание, что здесь в формулировке утверждения стоит произведение двух прямоугольных матриц. Вот давайте вдумаемся в это. С вашего разрешения я сотру утверждение 1. Мы уже его осмыслили. Сейчас будет все понятно. Да, определитель k на k. Произведение двух матриц. Значит, давайте посмотрим. Пусть у нас есть... Давайте обсудим этот вопрос, так сказать, абстрактный. Пусть у нас есть две матрицы. Одна матрица А, k на n. Другая матрица B, соответственно, n на k. Как найти определитель А, B? Ну, А равно там А и ЖТ, B равно B и ЖТ. Их произведение есть квадратная матрица. Как найти k на k, разумеется. Как найти определитель А, B? Через как бы А и B, да. Как написать формулу? Так сказать, линейную по А, линейную по Б, скажем. Ну, может быть, и можно, но... Не, ну, это все очень хорошо, но, так сказать, но я хочу формулу. Именно, именно. Это будет сумма. Именно. Это называется формула Кашибине. Что-что? Почему-то вот люди в случайном матрице, они пишут, что Кашибине. Не знаю почему. Не знаю. Сумма по всем k-точечным конфигурациям. Давайте я напишу Z. k-точечным конфигурациям. Давайте я напишу так. Определитель А, так сказать, с правым индексом Z на определитель с правым индексом Z B. Сейчас я поясню, что написано. Иначе говоря, выбирается минор k на k. Вот он, Z. Выбирается какая-то конфигурация Z. Выбираются соответствующие миноры. Тут педантичный слушатель может сказать, что определитель А, Z зависит от выбора нумерации. Это верно, но аналогичным образом определитель Z, B зависит от нумерации строк в соответствующем миноре. И эти две нумерации согласованы. Если нумерация выбирается одинаково в каждом случае, то и знак не зависит. И сумма получается просто с плюсом, без всяких знаков и минусов. Вот. И, соответственно, определитель А, Z это соответствующий минор. Определитель Z, B это минор вот этот. Соответствующий минор и в правой тоже. Это, так сказать, выбирается одинаковый минор. Тот же самый Z, то же самое подмножество. Только оно в одном случае является строками, в другом столцами. Вы выбираете, ну, например, если k равно 2, вы выбираете 3 и n-7. В первом случае выбираете эти столбцы, а во втором случае эти строки. Вот и все. А, да, рисунок действительно не дает возможности заподозрить этого. Это верно, да. Это верно, действительно, да. Это верно, да. Вот. Так вот, давайте теперь, так сказать, пометуя формулу Кашибине, давайте посмотрим на нашу формулу. Давайте посмотрим внимательно. Здесь у нас и стоит, обратите, пожалуйста, ваше внимание, давайте обозначим множество сигма 1 сигма k, которое совпадает с множеством, разумеется, tau 1, tau k. Как множество оно совпадает, не правда ли? И вот мы обозначим z. Совпадает, говорю я, в случае, разумеется, когда сигма и tau совпадают здесь. Так вот, я утверждаю, что я и получаю как раз сумму по z определителей, интересующей меня матрицей, фи, л, икс, и, т. Так сказать, с верхним индексом z. На, простите, пожалуйста, определитель. Да, нет, правильно, на определитель. Сейчас, одну секундочку, я только допишу формулу, и сейчас посмотрим. Фи, л, икс, ж, т. С индексом z, g. Так, только я могу написать даже не икс, и, т.а, и, и, т. И, соответственно, y, g. Верно ли это равенство? Что ж там? Сигнумы. Давайте попробуем разобраться с сигнумами. Действительно, при переходе от знака, от перестановки сигма, как бы, как сказать, сумма ведется по всем перестановкам, но при переходе от перестановки к расширенной перестановке происходит изменение знака, быть может. Но оно происходит и с сигмой и с tau, и оно одинаковое. Поэтому изменения в знаке как раз сокращаются. Правильно. Почему? Правильно. Почему? Вот. И действительно, совершенно верно. Эта формула не верна, потому что надо еще умножить на n-k факториал, потому что, как совершенно правильно говорит Витя, так сказать, это равенство, как это сказать лучше всего, мы зафиксировали, конечно, множество, где сигма совпадает с tau. Но порядок, в котором сигма, так сказать, мы должны, как бы сказать, мы должны, вот здесь у нас заданные перестановки сигма и tau, говорится, так сказать, только что они делают на k позициях. Дальше они должны делать то же самое, но они могут делать, они должны совпадать, и они должны делать то же самое, они должны совпадать. Но вот это подмножество, тут есть еще n-k факториал подстановок. n-k факториал подстановок. Каждое продолжение учитывается на миска в первый раз. И таким образом вероятность равна определителю, что и требовалось. А n от y и t, y и t. Вероятность равна определителю, что и требовалось. Давайте сделаем в этом месте двухминутный перерыв. Двухминутный перерыв. А потом действительно двухминутный. А потом я еще скажу несколько слов. Перерыв две минуты. Тут, может быть, еще нужно его продумать, кстати, немножко. Давайте теперь вернемся. Да, так вот. И что получилось? К чему мы пришли? Мы пришли к тому, что вероятность данной меньшей конфигурации задается точно такой же формулой. И вот это вот чрезвычайно существенный факт. Вероятность меньшей конфигурации задается точно такой же формулой. В частности, вероятность того, что... Вероятность того, что... Вероятность того, что конфигурация содержит данную точку. Чему равна? Чему равна вероятность того, что конфигурация содержит данную точку? Что вероятность содержит там 17. Число 17. Чему равна? Ну, только не квадрат, просто КНХХ. Как сумма положительных чисел, да. В общем, в любом случае. Теперь давайте мы вернемся к нашим... Так сказать, теперь, рассмотрев этот пример, давайте вернемся к нашим, так сказать, к нашим ортогональным матричным ансамблем. И увидим то же самое здесь. То же самое в этой другой задаче. Итак, давайте, во-первых, напомню я, как мы записали наш ортогональный ансамбль в детерминатном виде. То, что мы делали на одном из прошлых занятий. На первом нашем занятии. Итак, мы начинаем еще раз с определителя Вандермонда. На произведение. Ро, лям, дэй, т, дэль, лям, дэй, т. И вспоминаем, что определитель Вандермонда есть в действительности квадрат определителя. Вот этот самый квадрат определителя Вандермонда может быть записан, как вот такой квадрат определителя. Лямбда n, n-1 и так далее вплоть до единички в квадрате. Это просто есть, собственно, определение определителя Вандермонда. Далее мы вспоминаем, что здесь многочлены, так сказать, определитель не меняется при треугольной замене переменных. Здесь маномы могут быть заменены на произвольные многочлены той же самой степени, лишь бы не менялось той же самой степени. То есть здесь полинома n-1, здесь n-2, здесь и так далее. Возможно, это приведет к изменению константы здесь. Таким образом, это равно определителю. Нам будет удобно, по причинам, о которых уже можно догадаться, взять ортонормальные полиномы по отношению к весу ρ. Поэтому мы пишем pn-1 от лямбда 1, pn-1 от лямбда n и так далее, единица и так далее, единица в квадрате, определить в квадрате. С точностью до константы. Так, здесь напишем константу на, еще раз, таким образом, прошу прощения, определитель. Теперь, обратно переходя от квадрата определителя к определителю квадрата, мы пишем, что это равно определителю матрицы сумма p и t, давайте, pk, t от лямбда и t, pk, t от лямбда житая. Нашей любимой матрицы, определителю нашего любимого ядра Кристофеля Дорбу. равно, соответственно, d-детерминат k n-1 лямбда и t, лямбда житая. Давайте я писать буду kn, хотя степень n-1, kn, детерминат k n-1 лямбда и t, лямбда житая на произведение роли амбда и t, дель амбда и t. Где? Где? k n есть не что иное, как ядро Кристофеля Дорбу. Вот оно, ядро Кристофеля Дорбу. Ядро проектора на первое n, на первое n минус, на первое n ортогональных многочленов, на многочленной до степени n-1. Хорошо. Теперь давайте на эту детерминатную формулу посмотрим повнимательнее и как раз поразбираемся с проекциями этой меры. Во-первых, с полной мерой этой меры, а во-вторых, с ее проекцией. С полной мерой этой меры, а во-вторых, с ее проекциями. Что я здесь имею в виду? Что я здесь имею в виду? Давайте вычислим. Я сразу скажу, что мера получится вероятностной, если написать 1 делить на n факториал. определитель КН лямбда и т, лямбда и т, лямбда и т на произведение ρ лямбда и т до лямбда и т. Вот это будет вероятностная мера. Чтобы это доказать, давайте я начну с абстрактной теоремы. Так, давайте я рассмотрю абстрактную... Так, это вероятностная мера. Значит, утверждение состоит в том, что вот этот интеграл равен 1. Давайте я докажу абстрактную теорему. Докажу абстрактную теорему. Абстрактное утверждение. Утверждение. Пусть k, k от x, y, функция, функция такая, что интеграл от k от x, y, k, y, z. Опять-таки здесь надо выписать сопряжение, но мы сейчас это игнорируем. d, y равно k, x, z. Давайте я даже напишу так, ρ, y, d, y. Функция двух переменных вещественных. Давайте с вещественными значениями. Это наше ядро Кристофеля-Дарбул. Функция двух переменных существенных значений. В этом случае, утверждаю я, интеграл от определителя... Давайте... k... Да, и простите, пожалуйста, еще обозначение. И интеграл от k, x, x, d, x. Ра обозначим константой c. В этом случае утверждаю я, интеграл от определителя d, k, x, y, t, k, x, j, t. Произведение ρ, x, y, t, d, x, y, t. Но интеграл, берущийся только по одному x, n... Равен... 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 c минус n плюс 1. c минус n плюс 1. На тот же самый определитель, но меньшего... Меньшего... Меньшего формата. Сейчас, секундочку, я допишу формулу, конечно, можно будет. Сейчас, секундочку. Здесь я пишу i от единицы до n минус 1. Здесь интеграл берется только по одному x, n. Здесь, разумеется, произведение от минус n. А, ну, собственно, можно эти dx-иты даже не... Можно dx-иты даже не писать. Так, Гриша пришел нас поздравить с Новым годом. Сейчас мы заканчиваем, да. Значит, слушаю. Ну, в частности, это применимо к ядру Кристофеля-Дарбу, конечно. Нет, 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 здесь при такой зависимости лично ядру Кристофеля-Дарбу. Давайте я это утверждение оставлю в качестве упражнения. Мы его разберем уже на следующем занятии. Это упражнение достаточно простое. А я скажу буквально одно слово, что можно отсюда извлечь. Разумеется, мы можем применить... Давайте сконцентрируемся на... просто-напросто вероятно... Даже не на каких-то... Не на проекции по одной переменной, а на проекции по всем переменным, кроме одной. Здесь написана формула для проекции по n переменной. Можно точно так же спроецировать по n-1, по n-2, по n-3 и так далее. И в конечном счете, когда мы все на свете спроецируем, у нас останется то же самое выражение, как и в дискретном случае. То есть у нас окажется, что плотность, средняя плотность собственных чисел нашей матрицы задается как раз формулой kxx, knxx, dx, ρ от x dx. То есть как это нужно понимать? Это нужно понимать ровно следующим образом. Надо взять, так сказать, надо взять собственные числа нашей матрицы. У каждой матрицы есть свои n собственных чисел. Надо взять эти n собственных чисел нашей матрицы. И дальше усреднить по, так сказать, ведь у нас матрица не какая-нибудь, а случайная. Усреднить эти n собственных чисел по нашей матричной мере. То есть, так сказать, можно взять так, можно взять какую-то функцию. Вот давайте я так напишу. Взять функцию, скажем, давайте непрерывную, с компактным носителем напрямой. рассмотреть интеграл этой функции в собственных числах нашей матрицы. Сейчас, одну секундочку, я закончу продолжение. Интеграл в собственных числах нашей матрицы. Сумму, 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 простите, пожалуйста, функции собственных числа нашей матрицы. И интеграл от этого выражения как раз по нашей мере. По рассматриваем нами мере. Ну давайте хотя бы для гауссовского ансамбля. Значит, соответственно, на меру, на нашу любимую меру. То есть, на определитель kn лямбда и t лямбда gt произведение ρ лямбда и t d лямбда и t. Да-да, слушаю вас. что она полностью обращается в нуль за пределами некоторого отрезка. Она обращается в нуль за пределами некоторого отрезка. Так вот, я утверждаю, что этот интеграл и будет как раз равен, и это мы фактически доказали из этого утверждения, будет равен интегралу f от x, k от x, kn от x, x, ρ от x dx. Так вот, замечательный факт, который мы разберем на следующей лекции, состоит в том, что это ядро kn xx обладает замечательным предельным поведением при n, стремящемся к бесконечности. Мы теперь обратим внимание, что эта формула имеет место при произвольном n. Здесь n осталось только здесь. Так вот, оказывается, замечательным образом, и мы это подробно обсудим, что это значит и что отсюда следует на следующей лекции, что kn корень из n, x корень из n, x, отнормированное на n, стремится при n стремящих бесконечности к... Надо написать еще ротекс. Стремится при n стремящих бесконечности к такой замечательной предельной мере, к такой замечательной предельной мере, которая называется полукруговой закон Вигнера. к мере 1 делить на π, корень из 2 минус x квадрата. А я же написал. Так написано же, корень из n, x. А, ρ корень из n, x, правильно, конечно, да-да, ρ корень из n, x. И, кстати, здесь, конечно, не n, а корень из n тоже, потому что в dx тоже нужен корень из n. Да, спасибо большое. ρ корень из n, x, dx отдельно на корень из n. Стремится при n стремящемся к бесконечности к замечательной предельной форме, а именно к форме, даваемой полукруговым законом Вигнера. То есть собственные числа случайной матрицы расположены в пределах от корень из 2n до минус корень из 2n, как видно отсюда. И их распределение в этом пределе задается вот таким замечательным, распределение вероятности задается таким замечательным полукругом. Это утверждение, которое называется полукруговой закон Вигнера. Полукруговой закон Вигнера. Придумали его физики, исследуя тяжелые ядра, скажем, радио. И этим утверждением мы займемся на следующем занятии. Спасибо.